Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Моя жена любит мне постоянно говорить, что типа я хороший и не изменю ей никогда. Вообще постоянно тема об измене. Не понимаем, почему она так увлекается этой темой измены. И почему постоянно твердить, что я тебе не изменяла и ты мне, я знаю, ты не изменял и не будешь. Я ей говорю прекращать эту тему, но она не перестает. В чем ее проблема. Смотрите. Аноним. Ситуация заключается в том, что мы не комментируем третьих лиц. Мы не обсуждаем людей, которые к нам не обращаются прямо. Такова профессиональная этика, и я думаю, что мы должны ей следовать. Следовать, если хотим оставаться профессионалами, людьми, которым можно доверять. Я, честно говоря, читая ваш текст, почувствую, что вы начинаете сомневаться в том, что ваша жена вам не изменяла. Я думаю, что вас эта тема беспокоит именно возможной измены вашей жены вам. Либо, что менее вероятно, но также возможно, это то, что от этих мыслей у вас появляются такие импульсы изменить. Еще один вариант, также возможный, заключается в том, что вы начинаете как бы меньше ценить, что ли, свою жену. Как бы меньше ее уважать, может быть. Да, то есть, вот есть, может здесь быть такое, что ваша, как бы, жена ставит себя, ну, ниже, ниже вас. Да, вот через, ну, через вот такие, такие свои высказывания, да, через такие вот свои выражения. Вот, вам это неприятно, вы чувствуете, как человек себя принижает, вы чувствуете, как человек себя как бы обесценивает, вы чувствуете, что человек, скажем так, привязан к вам, да, привязан к вам довольно сильно. Вот, и это, это вам неприятно, этот момент вам неприятно, точно так же, как вот, ну, предыдущие два, о которых я сказал. Естественно, это только догадки пока что, естественно, это только гипотеза пока что, вот. И, может быть, это не соответствует действительности, может быть, это не является тем, о чем, ну, что, что вас на самом деле волнует, да. Но пока что получается именно так, предыдущие три момента. То есть, ваша жена, по сути дела, сталкивает вас, сталкивает вас. С какой-то вашей собственной проблемой, которую вы игнорируете, которая вам неприятно, естественно, да, вы пытаетесь ее избежать и просите свою жену прекращать эти темы. Самым лучшим, на мой взгляд, способом, решением этой ситуации было бы, наверное, спросить себя, а вот, из какого чувства я хочу, чтобы она прекратила. Ну, ведь человек может говорить, я помню, да, что его волнует, человек может говорить, я помню, что его беспокоит. Это ведь абсолютно нормально выглядит, по крайней мере, так, чтобы это абсолютно нормально. Но вы хотите этого избежать. Вы хотите это убрать. Вы хотите, чтобы ваша жена об этом не говорила. И вот ключевой момент заключается в том, почему. Почему. Вот с этого и начинается решение данной проблемы. А не с выяснения и поиска того, в чем проблема ее, в чем проблема вашей жены. Потому что искать проблему у другого человека – не лучшее решение, если мы хотим выстраивать все-таки здоровые партнерские, качественные отношения и так далее. Да, можно задать несколько вопросов здесь относительно того, когда эти разговоры начались. Можно спросить о том, были ли они сразу или появились спустя какое-то время. Да, тогда можно предположить, и вот это вот уже очень важно, что если ваша жена много говорит об измене, то это означает, что это, по сути, это дел, вероятно, ну, если не единственная, то очень интересная для нее тема. И как будто бы ничего интереснее-то нет. Тут можно спросить, а что у вас с вашей супругой общего, что тема измены является такой вот обсуждаемой, если бы этой темы не было бы, например, да, вот, ну, просто вот представим себе, что этого нет. Как бы тогда было, то есть о чем бы тогда вы говорили, да, как бы проводили время свое, ну, вот, как бы вы взаимодействовали друг с другом и так далее. То есть это вопрос о характере, о качестве отношений, которые вы выстраиваете со своей женой. Да, потому что, ну, вот, подобные вещи, подобные разговоры, они все-таки, ну, как-то вот характеризуются, наверное, какого-то, знаете, незрелости, что ли, отношений. Да, когда вот единственное, что есть вот в паре, да, единственное, что ценность для пары, это вот как раз какая-то принадлежность, какое-то чувство собственничества, какая-то вот такая история. Это говорит о том, что другие сферы, сферы личностные, сферы интересов, сферы общих впечатлений, цели, сферы, допустим, ну, там, к примеру, да, опять же, к примеру, движения, вот, каким-то, ну, каким-то вот своим, ну, своим приоритетам, скажем так, да, вот, проседает, это все проседает, и на мой взгляд, на мой скромный взгляд, это, конечно же, является проблемой, вот. Потому что, такого рода голодание, голодание, если хотите, такого рода голод, если хотите, да, вот. А, ну, он бесследно, бесследно, он не пройдет, конечно, к сожалению, вот. Поэтому, я думаю, я думаю, я думаю, что он крайне желательно вам на эти вещи обратить внимание. Они куда более важны, они куда более, ну, более серьезны, да, чем вот то, о чем говорите вы, потому что то, о чем вот говорите вы, да, о чем, ну, можете, можете говорить вы, да, на мой взгляд является, ну, по сути дела, просто такой, от такой вот истории избегания, да, истории бегства, истории бегства от, ну, от чего-то, от такого вот, ну, негативного, да, для, для вас. И это не решает, это не решает проблему. Вот, от слова совсем, это не решает проблему. На самом деле, если ваша жена как-то вот, ну, перестанет, да, если ваша жена перестанет говорить об этом, например, например, вот, вот, то, 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 скорее всего, она будет говорить о чем-то, ну, о чем-то еще, она будет говорить о чем-то другом. И как-то, ну, как-то получается, что вы будете, что вы будете запрещать ей и говорить на какие-то другие темы, да, вы будете не позволять, ну, вы будете не позволять, будете не позволять ей обсуждать какие-то другие вещи. Ну, мы же, в принципе, наверное, с вами понимаем, да, в какой-то степени, что это, ну, что это путь, что это путь в никуда, такой, такой путь, это путь, это путь, это путь совершенно в никуда. Вот, поэтому, да, решать, решать, решать крайне, крайне желательно решать свою проблему, в этом, то есть крайне желательно корректировать свои какие-то вот переживания здесь и эмоции. и отделять, отделять то, что чувствуете вы, да, от того, что касается другого человека. То есть очень важно здесь провести вот именно такую линию разграничения, между тем, что происходит с вами, да, и тем, что происходит с вашей женой, вот. А не мешать, что называется, все в одну кучу. Вот, вот, в противном случае мы просто получим, ну, проблему, в противном случае мы получим какую-то проблематику, да, вот. И все. Кроме того, могу вас заверить, что знание, знание о том, в чем, в чем проблема. Вашей жены, да, не даст вам, вот, какого-то успокоения, не даст вам ничего, по сути. Потому что ваши собственные страхи, вот, если они имеются, да, если они как-то присутствуют, если они, грубо говоря, существуют, они не уйдут от, ну, от того, что вы будете знать. Что вы будете знать, ну, как бы, вот, то, что происходит с вашей, с вашей, с вашей женой. Нравится вам это или нет, но это, вот, на мой взгляд, совершенно очевидно. Я могу только как-то надеяться, да, я могу только как-то надеяться на то, что, что вы, что, ну, что вы со мной в этом смысле. Согласитесь, да, вот, и, как бы, ну, некую такую вот бесперспективность данной истории для себя, ну, примите, вот, это то, что могло бы как-то помочь вам, да, решить, то, что вас беспокоит, то есть, решается это переключение с жены на себя, вот. А если этого не сделать, вот, то я боюсь, что со временем какое-то, ну, какие-то чувства ваши, да, будут просто усиливаться, они будут увеличиваться, вот, и мы, по сути, придем к, ну, очень неприятным моментам, вот. Например, мы можем прийти к моментам расставания, да, мы можем прийти к моментам, ну, вот, скажем, скажем так, мы можем прийти к моментам конфликтов каких-то, да, мы можем прийти к этому, все. Вот. Поэтому я думаю, что как-то, как-то так, какой-то такой ответ вам можно дать. Безусловно, эта ситуация, да, она неприятна, это правда, эта ситуация действительно неприятна. А вот, ну, как-то, как-то, ну, сама по себе, сама по себе, ситуация, ну, действительно, действительно неприятна. Вот. Но вы не помогаете, условно говоря, да, вы не помогаете своим поведением. Как-то ее разрешите. На мой взгляд, вы способны только ее усилить. А вот, ну, усилить, усилить еще, еще больше усилить. Вот. Ну, я не думаю просто, что это, вот, то, что вы хотели бы, да, поэтому и предлагаю вам, ну, вот, такое направление, скажем, скажем так. Вот. Даже, 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 если, например, на то, что, там, ну, что вам может быть, как-то, вот, эта вся ситуация, да, даёт, ну, даётся, даётся, даётся тяжело. Вот. Понимаете, да? Какая шпука. Вот. Как-то, как-то так, как-то так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаёте, да. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вы для себя сформируете, вот, ну, какую-то обратную связь, которая и позволит вам начать вот, ну, скажем так, да, какую-то работу над собой, позволит вам сформулировать для себя базовые постулаты, да, вот, для психотерапии. Какая-то такая, какой-то такой момент, вот, какая-то такая история. Мне бы очень хотелось, чтобы вот вы не, ну, чтобы вы не оставляли бы эту ситуацию, скажем так, вот, ну, в таком виде, как она сейчас. Вот, чтобы вы всё-таки, ну, как-то бы поработали бы с этим, вот, чтобы вы как-то поисследовали бы это, вот, и пришли бы к какому-то, ну, к какому-то решению, да. Это, на мой взгляд, могло бы обезопасить вас, ваш, ну, ваш брак. Я не думаю, что вашему браку, прямо сейчас, что-то, прямо очень сильно угрожает, вот, но тем не менее, вот, всё-таки, всё-таки. Обезопаситься, я думаю, что было бы, было бы не лишним, ну, для вас. Вот, 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 вот как-то, как-то так. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь за помощью. Вам пригодится помощь, да, услуги, скажем так, психотерапевта. Вот, возможно, возможно, пригодится и вашей жене, вот, то есть вы можете вместе с ней, да, вместе с вашей женой, вот, обратиться. Обратиться за помощью, вот, и получить, ну, вот, консультацию по тем вопросам, которые вас беспокоят. Вот. Удачи вам, всего самого доброго. Обращайтесь, не затягивайте с решением этих вопросов. Спасибо за просмотр.